Доброго утречка! Доброго утречка! Знаешь, ты все утро ворчала? У меня получились сырники! Подожди, я потом покажу! Красиво сделаю! Позже мой! Ладно, сейчас ждем сырники, а пока у меня вот яичко и овощи. Я же мужчина, не надо, побольше, но не дают. Паш, тебе не дают, потому что каши дома нету. И яиц. Еще ничего нету, надо идти в музей. Вая колбаса! Йоу! Погнали в зал, будем бегать сегодня. Я думаю, пробегу минут 40-50. А в прошлый раз? 40. Пробежала 50-50 минут, 6-521 километров. Это была жесть. Ребята, у кого такая же проблема, как у меня? Когда вы побегаете, вы жутко креснеете. У меня вообще до сих пор не зашло. Уже, наверное, минут 15 пришло. До сих пор красное. Капец, помидор. Сеньор помидор. Все, я побегала. У меня, кстати, был интервальный бег. Я одну минуту... Нет, я две минуты просто шла в быстром темпе. И три минуты бежала в ускоренном темпе. И так несколько раз. Бежала всего 50 минут, как вы видели. Вот, сегодня просто кардио было. Идем домой. Жесть! Погодка весела. Солнышко вышло, дождик идет. Витрины местами просто сумасшедшие. Вот так вот и живем. У нас все погодные условия в одном. Настя, ты хотел сюрпризик. У меня есть для тебя сюрпризик. Вот что он! Вопрос о том, что же мы купили сейчас и как мы питаемся. Как вы знаете, мы сейчас начали ходить в зал. И поэтому мы сейчас следим более-менее за питанием. Шницели. Просто для вечера, потому что я не успею приготовить поесть сейчас. Яйца. Паша сказал, ему надо много яиц. Он такой, яичный король. Вот этот мой любимый творог. Я его очень люблю. В качестве перекуса я его использую. Потом сыр. Каша, к этому я любимая каша. Овсяная, геркулес, традиционный. Я просто люблю ее. Молоко. Хлебцы. Вот такие хлебцы мы никогда не пробовали. Решили попробовать. И помидорчики, огурчики. Настя, у нас дома сейчас работает. А мы с ребятами отдыхаем красиво. Что тебе приходит? Красиво живем, да? Да, четко. Это не моя каша. Да, детка. Встала? Ты готова? Да. Ты будешь отвечать... Только правду? Да. Итак, поехали. Формат у стены. Блядь. Ты что пищишься-то? Я не тянусь, почему? Блин, друзья. Я не нравлюсь. Итак, поехали. Первый вопрос. Как ты ухаживаешь за волосами, за лицом? Ты делаешь ли маски какие-нибудь? Голову мою и бальзам наношу. А лицо... Вы видите это? Это... Пашка тебе деньги на новый лифчик не дает, что ли? Ты должна ответить правильно. Не дает. В смысле не дает? Ты что, блин, не дает? Не дает. Правильно ответила? Не дает. Блин, а? Как бы ты назвала своего ребенка? Мальчика, девочку, как бы назвала? Не знаю. Девочку не знаю. Мальчика знаю, не скажу. Сказала? В дверь. Настя сказала, что чтобы не быть истерической, мужчина должен быть не истеричкой. И наоборот. А если у женщины нет мужчины, от чего за это зависит? Недотрах. Какой у тебя рост? Сто шестьдесят четыре. Признавайся, как ты отрастила такие длинные волосы за короткое время? Я вообще с ними ничего не делала. Как они так выросли? Ты недавно их подстригла? Я просто их не подстригаю. Вообще кончики не ровняю. Ничего не делаю. Какую страну хотела бы посетить? Я бы хотела посетить Бали. И... А, Америка? Пошел! Отвечай на вопросы. Понял? Понял? Часто ли ты занимаешься сексом? Я часто. А ты не часто, что ли? Если бы Настя была около ста килограмм, ты бы на ней женился? Нет. Че? 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 Офига, а? 500 лет назад я уже хотел стать красивым. Прямо сейчас мы достали банку священного старого протеина. Судя по всему, у него нету срока годности. Вот. Да, конечно, нет. Но ему лет... 12. 10, наверное, реально. Ты че, конеч, что нет? Ну, 5 минимум. Там какие-то букашки ползают. Смотри! Смотри! На! Да ты че меня пугаешься? А ты буду их с моего лица снимать. О, вот так. Да ты сама свое лицо увидела. А к какому смыслу ты меня пугаешься, если мое лицо не видно? Да ты себя чем не снимаешь? Копознав, че такая огромная банка. Ты уже... Ты так много съел, слушай. Бля, там реально пуговно. Бля! Ты че пугаешь? Вот так вот надо снимать таранки, а не как ты. Кстати, ребята, мы попробовали вот эти хлебцы. Они такие вкусные. Как бы не пишите внимания. Вы столомбиты его. Паш. Тупой? Тупой, тупой. А? И правда тупой. Они как будто попкорн. Да. Очень по запаху он понимает попкорн и по вкусу как-то тоже. Вот. Вкусняшка. Наступил вечер. Мы вам сегодня советуем снова фильм. Фильм мы советуем тот, который мне в определенный момент в жизни очень понравился. Я не знаю, почему у него рейтинги на поиск не такой большой. Зрительский рейтинг у него очень крутой. И мне он на самом деле очень понравился. Я бы хотел еще посмотреть что-то в этом стиле, но так я не нашел похожих фильмов, которые настолько же достойны. Этот фильм Люси. Люди используют лишь 10% своего мозга, но только представьте, если бы нам были доступны все 100%, кем мы могли бы стать? И все. На сегодня хватит, я думаю. Сегодня мы с вами попытались в формат новый посмотреть. Напишите, как вам формат у стены. И сегодня было хорошо. Завтра будет лучше. Пока-пока. Ах, тетя. Спокойной ночи.